Всем привет! Процесс завершился очень быстро. Во-первых, они затянули, то есть 49 минут было, никого не было в зале, никто не пришел. Потом где-то в 50 минут они зашли, хотя был назначен на 16.30. В 16.50 они только зашли. Сначала оба представителя прокурора, прокурора, Лянов, представитель прокуратуры города Сругут, и Ширяева, представитель прокурора ХМАО. Потом зашел судья, приставы, ну в общем, где-то в 51 минуту начали процесс. Судья в этот раз решил удостоверить личности, попросил документы, доверенность, удостоверение у представителей прокурора. Они показали, потребовал копию, судья мне на это сделал замечание, и, по-моему, он меня не удостоверил вообще никак. Копия есть в паспортной гармонии. А, он сказал, что у него есть копия моего паспорта, и он меня удостоверил так. А, есть и есть. То есть у меня ни один документ не попросил. Ну, с одной стороны, радует, уже знаю, кто я, что я, что я человек. Я всегда себя заявляю человеком. Он меня спросил, кто я. Я говорю, я Антон Николаевич Булгаков, человек. Он говорит, личность установлена по копии паспорта. И дальше поехал. Сразу передал слово ответчику, прокурору, представителю прокурора ХМАО, Ширяевой. И она заявила ходатайство о применении закрытого режима судебного заседания. То есть она сослалась на то, что якобы среди заявлений и материалов дела присутствует моя претензия к психоневрологической больнице. И там якобы содержится врачебная тайна. И плюс еще персональные данные. Вот. Я тут же сказал, что я возражаю. Я даю добровольное согласие на то, чтобы все эти данные были опубликованы. Мне нечего вскрывать. Судья выслужил и сказал, что, типа, мне надо вынести определение это. Удалиться, чтобы вынести определение. И впервые в истории, ну, в моей практике, у меня где-то было 7 или 8 судебных заседаний. Впервые судья удалился для принятия определения. В общем, они вышли, через 10 минут зашли, и он тихим-тихим голосом зачитал, что удовлетворяет, в общем, ходатайство, и режим заседания влияется закрытым. Это о чем говорить? Что аудио-видеосъемка запрещена, и все слушатели удаляются. То есть я там остаюсь один. Я собирался остаться, но пришли еще два пристава, то есть всего четыре. И они начали там полный беспредел. Они начали людей со скамеек скидывать. Просто поднимали скамейки сзади, и женщины скидывали со скамеек. И плюс мне еще запретили это, ну, сказали, выключи все телефон. Я понял, что, ну, смысла нет там оставаться. Меня просто там что-нибудь подкинут, или спровоцируют, или ударят, или еще что-нибудь. И все это на видео заснимут. Или подкинут что-нибудь, какой-нибудь порошок, или еще что-нибудь, понимаете? И все, и пропал человек. Я принял решение уйти оттуда. И мы все ушли, все вместе. Ну, естественно, я возмутился, сказал, что это позор и так далее. Что с чем дело сейчас закончится, я не знаю. Но у меня есть все основания, чтобы заявить отвод судей Шерстобитову на основании того, что он просто... Нарушил процедуру открытия заседания. Да, нарушил процедуру открытия заседания, не удостоверил личности. И все, и все. Там очень много поводов. У меня уже было подготовлено несколько поводов в суде. Но я ни одного ходатайства сегодня не успел заявить. Я успел только заработать одно замечание и возразить на ходатайство. Вот такие дела. Мы, конечно, вообще в шоке. Это говорит о чем? Что у меня стопроцентная юридическая позиция. То есть я бы выиграл стопроцент этот процесс. Что они делают? Они поняли, что они юридически не справятся. И они решили применить физическую силу. То есть закрыли процесс и просто всех это... Как сказать? Применили физическую силу и выкинули всех с процесса. Понимаете? Действуют по беспределу. То есть применяют физическую силу необоснованно. К женщинам. Скидывают их со скамеек. Стращали. Стращали еще, да? Угрожали? Да. Что говорили? Ты охранник. А, вот так вот делали. То есть это... Я сама охранник. Я говорю, где охранник? Ты четко уезжаешь. Да. Ты за нас берешься. Вот такие дела, ребята. А где-то вообще в лучшем море за охранник? Ну, что я могу сказать? Штука очень интересная. Будем изучать. Будем обжаловаться, естественно, на все действия. И напомню, что каждый из вас может за 300 рублей вызвать любое должностное лицо, которое нарушает свои должностные обязанности, законы, РФ и приказы своего руководства. Все. Видео с авдиопротокома будет позже выложено. Сейчас мы немножко побеседуем. Ждите видео. Пока. Здравствуйте. По-прежнему людей психушку определяете? Бессрочно? По-на-де-с. Коллеги у округа от меня этого решили. По Бурлуцкого смотрите видео. Мы живые и здоровые. А не видишь, что оба сюда заняты, оба помещения заняты. Сейчас будут затягивать процесс. Кто заняты? Вот тут заняты, там заняты. А вам это по инструкции по должностным положено? Это носить бренджилеты и головные обороты. Почему не по форме одежды? Я не могу задавать вопрос. Я не могу с вами вообще разговаривать. Не разговаривать? А что вы так агрессивно реагируете? Я сказал, я с вами не собираюсь разговаривать. Не разговаривать? Ну, нам это только на руку. Мне дадут время обжаловать отписку Клочкова и добраться до генерального прокурора. Его тоже в суд будем вызывать, как соответчик. Вот и все. Так, время 16.49. Ни судьи, ни прокурора, ни секретаря нету в зале. Так, следующее расследование является открытым. Я тут проверю, в данном очереди у нас будут осуды на расследование. Лежите? Лежите. Да. Заместитель прокурора города Сургута, Макьянов Александр Николаевич. Так, что я имею в суд. Я бы хотел получить копию. Я, естественно, замечание первый раз делаю. Придется в виду на заседание председатель всего и суда. Все вопросы задаю только у нас. А если вы хотите какую-то реплику с места заедет, то надо разрешение спросить. Продолжение следует. Помощница прокурора города Сургута, Ширяева Ирина Петровна, по доверенности от прокурора округа, доверенность номер 71, от 28 ноября 2019 года, оригинал копия для сочинения. Антон Николаевич Булгаков, человек. Антон Николаевич Булгаков, человек. Судебное заседание проводится под председательством судей Шестовикого секретаря при помощнике судей приезжаемой с участием Дмитрия и Среди Булгакова, представителей прокуратуры города Сургута, Булгаков, Ермола, Александр Николаевич, представителей прокуратуры в Сургуте и Сургуте и Сургуте, Ширяев, Ермола, предполным судебное заседание проводится в состоянии технических советов председательства штабового судебного заседания. Тема является права права участок судебного заседания в состоянии трех сторон. Судар, в тишницу, права памятных. Нет. Да, Ваша честь. Для начала судебного заседания, пожалуйста, заявление, как на статистике или в области У нас когда-то в самом же честь изучением административно-искового заявления ИСЦА установлено, что в нем затрагиваются вопросы законности при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Кроме того, одним из доводов ИСЦА является нарушение закона предпринудительной госпитализацией. Поэтому частью второй статьи одиннадцатой Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации предусмотрено проведение разбирательства административных дел в закрытом судебном заседании осуществляется в случае, если материал рассматриваемого административного дела содержит сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну. Разбирательства в закрытом судебном заседании допускается, а также в случае удовлетворения ходатайства лица, участвующих в деле, ссылающих на необходимость сохраняемой тайны. Ввиду того, что при рассмотрении данного административного дела предполагается, не исключается, что в судебном заседании не могут быть рассмотрены материалы обращений, а также иные материалы оперативно-розыскных дел и материалов, а также материалов, в которых содержится иная охраняемая законом тайна и персональные данные из ЦАН. С учетом вышеизложенного в руководству с частью 2 статьи 11 Кодекса об административном судопроизводстве, прошу разбирательства настоящего административного дела провести запретным судебным заседаниям. Возражаю, протестую, вы нарушаете мое право на защиту. Я даю свое добровольное согласие на разглашение всех моих данных персональных и в том числе врачебной тайны. Ну, в таком случае, в любом случае подобные ходатайства разрешаются в совещательной комнате. Суд должен разрешить это ходатайство подсуществовать. Ну, позицию населения места будет четко, поэтому суд удаляется в совещательной комнате. Для разрешения ходатайства в корпорации суд существует. Вы знаете, определенное дело решение. Говорят нужно. Что? Давайте уже, когда в суд приходит. Хорошо. Что вставать нужно? Вы не волнуйтесь, я один справлюсь. Не волнуйтесь. Главное, без провокации. Мы не волнуйтесь. Мы не волнуйтесь. Мы уже спокойно. Дверь не откройтесь. Антон, на спокойность у тебя. Ну, если мы выйдем, потом дверь закрутится. Антон, мы вас одного не оставим. Может, я как-то остаться. Он сейчас посовещается, скажет, да, закрыто, и что мы уходимся, да? Я не знаю. Я первый раз с таким сталкиваюсь. Да, уже в машине. Он сейчас совещает. Они ссылаются на мои персональные данные и на мою историю болезни. Не спросив меня. Ну, понятно. Чтобы у тебя тайны разбушили. Да у меня нету тайны. У меня вся история болезни, вся в интернете. Все в интернете. А болезнь была? Решение суда окружного было, что я признан надееспособным. Вы-то можете, что хотите делать. Вас одного-двух удалят, ничего не изменится. А мне он уже одно замечание сделал. Видишь, как они делают? А если у вас всех удалят, ой, они мне тут могут провокацию устроить. Я уйду. Я что, дурак, что ли, тут оставаться? Первый раз при мне судья удалился в совещательную комнату для принятия определения. Обычно так, на словах. А, запрещаю, разрешаю. Я говорю, вы что? Вы обязаны удалиться в комнату. Вы нарушаете мою право на защиту. Дальше идем. Да это все не важно. Люди, люди. Алло, они, короче, ходатайствуют закрытое заседание сделать. Судья удалился в эту совещательную комнату. Я возражал, мотивирую тем, что, типа, там мои медицинские данные, какие-то персональные данные и все остальное. Хотят сделать закрытое судебное заседание. Закрытое судебное заседание хотят сделать. Да. Ну, типа, там рассматривается жалоба о претензиях к психушке и мои, типа, мои персональные данные и претензии к психушке, врачебная тайна. Да, я ему так и сказал. Я говорю, я возражаю и даю свое добровольное согласие на то, чтобы разгласить все данные. Ну, вот он удалился в совещательную комнату. Удалили в совещательную комнату и не знаю, что дальше будет. Добро. Вот я специально говорю, что в коридоре слышали. Я слышал, к вам гости едут в таких же синих рубашках, как у вас, и с пустыми карманами. Вы понимаете, чем дело может закончиться? Генерального прокурора можем в суд вызвать. Вам нужна вот эта слава на весь мир? Добро, добро. Продолжение следует... Поставление решения административных отмечать, что административных трудностей, которые находятся на штатах до действительного дела 28-го 11-го, по 3-й начатке 3-й начатка 3-й начатка на них, по всей этой отечке, по-сределу создательства с административным дел уже в этом предприятии заседания. Согласно пункту правдатия 11, когда с административным предпринимателем, с административным делом считается в случае, если материалы рассматривают не следимы, что содержа свидетельств подачи государственной охране на таком метрике. В бюджетном судебном исходе не допускается также в случае в дуэкторе неходя поискового лица, участвующих в бюджетном ислаживании необходимо сохранить территорию неохранения на таком метрике, не содержащих действительных перед сведением какого-то специального характера, на неприкосновение с частными людьми гораздо неудованием в соответствии, согласно обсуждению, которое может по нашей правильной разбирательности без следового дела, не было управления собой большими правами и тяги нарушения нарушениях и интересах в бюджетном и дуэкторе. Учитывая, что средние отношения к дистанционной, о которой можно быть в представлении данных дистанционных дел, могут относиться к категории ограниченной подсказки, последовательные характеристи работа в дуэкторе в дуэкторе не подлежит и удовлетворение в руководство статей 11, в ходу к дистанционному сроку 1, Российская Федерация Суд, по пределу характера представительных корпоратурных освобождаем зал. Разрешите мне зачитать хадатайство? Наши хадатайства будут выслушаны уже. Они не касаются тайны. Освобождаем зал. Вы хадатайство даже не заслушали второй стороны. Еще раз повторяю. Освобождаем зал. Почему такое неравнатравление? Почему такое неравнатравление и дождение? Почему идет такое дождение? Выходим, выходим. Выходим, еще раз повторяю. Почему это истец? Он постановил все. Зашли еще два судебных пресса. Выходим, выходите. 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 Все равно выйдите. Выходите, пожалуйста. Понормально. Выходи. Выходи давай. Подождите. Выходи. А берите, пожалуйста, перерыв. Выходим. Выходим. Выходим из зала. Ну все, граждане, что непонятно. Встали, вышли все. Выходим. Выходим. Телефон дай свой. Выходите в зала. Мне тоже выходить? А почему? Я истец. Не кричите, пожалуйста. сейчас все народ тихо тихо спокойно тихо тихо дайте я скажу прекратите 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 зоя я выхожу я выхожу я выхожу Позор! Дайте мне мои вещи отсюда, а то наденешься, быстро. Хватит орать! Хватит орать, а? Анжела, ты можешь мне помолчить? Смотрите, молча выйдет, не довольте орите, с никого остановить невозможно. Такой беспредел, невозможно остановить. Народ должен знать. Давайте молчать дальше. Давайте молчать и сидеть. Смотрите, когда-нибудь с прочего придется забирать. Тихо, остановите женщин, тишину. Пусть они выступают. Пошли, выходи. Скорее уже. Женщины сами разберутся. Приходите, они сами пройдут. Зародный хлеб жрать. За счет нас живут. Одни воруют, а другим разданют. Пойдем здесь. Поздравляем. Снимаем. Работайте! Работайте! А подскажите, если бы на этой скамейке ваша мама сидела, вы бы тоже ее с этой... Конечно, конечно, показывай. Ответа я так и не получил. Товарищи, я думаю, что ушли мы все вместе, это правильно. Что-то какая-то... Конечно, конечно. Я бы остался, но когда я увидел, что вас со скамейки судебный приступ вытряхивает, то есть применять физическую силу к женщинам, я боюсь, что меня там вообще к**дес будет. Конечно. Вас оставлять нельзя было. Пошли вот сейчас домой. Они этого добивались. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...